Здравствуйте, это программа «Гость редакции» на сайте ufo1.ru. Сегодня съемочная группа программы приехала в гости к министру труда и социально-защитной населения Башкирии Ленарии Ивановой, с которой мы сегодня поговорим о ситуации, которая сложилась на рынке труда. Здравствуйте, Ленар Хакимовна. Ни для кого не секрет, что в Башкирии идут, если не массовые, то сокращение и в госучреждениях, и в коммерческих структурах. Насколько критична ситуация? На наш взгляд, а мы мониторим ситуацию с периодичностью в неделю, то есть у нас еженедельный мониторинг, на наш взгляд ситуация на самом деле достаточно стабильно напряженная, будем так говорить. То есть она соответствует среднероссийским значениям и напряженность на рынке труда у нас действительно превысила единицу. То есть это момент, когда количество вакансий становится меньше, чем количество безработных, официально зарегистрированных. Это произошло где-то в конце января, в начале февраля. И сегодня, по последним данным, на 17 марта мы имеем численность безработных 26 083 человека и количество вакансий 21 264. Количество безработных увеличилось на 3000, количество вакансий уменьшилось на 7,5 тысяч. То есть вот этот момент, он на самом деле нас тревожит, но еще раз говорю, это очень похоже на то, что происходит в России и даже немножко где-то чуть-чуть полегче, чуть-чуть получше. И накладывается еще момент, что в начале года всегда происходит увеличение количества безработных, а то, что снизилось количество вакансий, мы здесь наблюдаем за то улучшение этих вакансий, то есть качество вакансий стало выше, поскольку те заработные платы, которые по этим вакансиям предлагаются, стали выше от 10 до 20 тысяч зарплаты, которые предлагаются в нашем банке вакансий, при том, что раньше это всегда начиналось там с 7 и как бы вот до 15. То есть... Ну, надо учесть еще, что и вырастает стоимость продуктов питания, и ЖКХ растет. Естественно, да. Естественно, на том уровне, который был раньше, оставлять заработную плату невозможно. Да, тоже неправильно, и люди реально просто теряют, то есть реальная заработная плата снижается от того, что увеличивается инфляция, абсолютно согласна. Вот, и сегодняшнее то, что вы правильно отметили, что еще наложение произошло на вот начало года, вот эти кризисные явления, которые отразились на тревожных ожиданиях работодателей, которые, ну, где-то прижали прием, да, то есть, может быть, раньше они бы приняли там два человека, а сейчас они уже только одного принимают, то есть определенные такие, то есть влияние на поведение работодателей происходит, да, да, да. На это еще наложилась, значит, оптимизация, которая происходит в государственной структуре, то есть в государственных и муниципальных учреждениях. Это оптимизация плановая, она, ну, как бы шла и в прошлые годы, а сейчас просто она более остро ощущается, потому что наложилась вот на вот такой довольно напряженный рынок труда. Вот, ну, и еще раз повторюсь, обвала все-таки на рынке труда не произошло. Если говорить об ожиданиях высвобождения работников вообще на весь 15-й год, то больше того, после того, как мы переспросили у работодателей, которые в конце декабря прошлого года сказали, что они собираются в течение 2015 года уволить порядка 9 тысяч работников, 8 720, если быть точной, то сейчас, после того, как мы в феврале у них повторный опрос провели, понимая, что там, ну, как бы были все-таки, как бы, такая некая психологическая напряженность была из-за, ну, ситуации на валютном рынке, понятно, да, санкции, все, как бы, были в каком-то напряжении, а сейчас они подтвердили только 6,5 тысяч увольнений, которые ожидается в течение 15-го года. Поэтому я здесь хочу несколько успокоить как граждан, так и работодателей, что давайте выстраивать свое поведение в зависимости от экономической ситуации, а не смотреть, а что там делает соседнее предприятие, если оно прекратило прием, ну, если у тебя ситуация нормальная, у тебя есть заказы, у тебя есть спрос на продукцию, все нормально, надо работать, надо принимать людей и, надо сказать, очень большое количество предприятий продолжает прием работников, это практически все предприятия оборонного комплекса, это новое предприятие «Кронашпан», это вот недавно «Фагормолозавод», то есть, несмотря ни на что, жизнь продолжается на самом деле. Нархотем, вот от тех 6 тысяч, которые, как бы, могут попасть под увольнение, под сокращение, да, кто они, вот, как правило, кто эти люди и что вы можете предложить им, какую, так сказать... Вы знаете, если посмотреть структуру предприятий, которые собираются вот этих работников сокращать, то я могу сказать, что это достаточно уважаемые предприятия, ну, понятно, что Уфа больше всех, поэтому в Уфе больше всех у нас ожидается. Это, на мой взгляд, вообще такая чистка, чистка кадрового состава, то есть, многие предприятия убирают лишний ауп, убирают где-то вспомогательный персонал, это все нагрузка на фонд оплаты труда, и просто вот, ну, где-то даже, наверное, пользуясь вот этой ситуацией, то есть, как бы-то вроде как все это, так сказать, сойдет с рук, да, то есть, вроде как подкризисные явления, совершенно верно, да. Но здесь надо сказать, что государство готово тут же подставить плечо, и мы буквально, вот у меня заместитель в настоящее время находится в Москве на защите нашей региональной программы по снижению напряженности на рынке труда, в которой предусмотрены меры, чтобы поддержать рынок труда, в том числе через опережающее переобучение, через временную занятость, там, социальные проекты молодежи, социальные занятости инвалидов, а также субсидирование кадровых агентств. То есть, вот эти все меры, они направлены на то, чтобы как-то, ну, там, где предприятиям действительно очень сложно поддержать, таковых сегодня набралось 22 предприятия. То есть, мы всячески пытаемся народ не оставить наедине с этой проблемой. Могу сразу сказать, что 60% тех, кто подпадают под увольнение, они обращаются в центры занятости, и из них большая часть, то есть, у нас вообще процент трудоустройства через центры занятости, это 71%. То есть, они в большинстве своем находят работу. Или переобучаются и после этого находят работу. Сказать, что у нас повсеместно увольняют бухгалтеров, экономистов, юристов, вот мне, как бы, у меня язык не повернется, так сказать. Где-то, может быть, это технический персонал, да, то есть, это совсем неоднозначно, то есть, везде индивидуально. Где-то и руководящие должности, да, и где-то и... АУП, то есть, административно-управленческий персонал, там где-то, я не знаю, там было два инженера, которые там курировали какую-то тему, теперь один, например. То есть, вот это настолько индивидуально, каждый руководитель здесь смотрит, именно оптимизирует свой кадровый состав. А вот на сегодняшний день, я знаю, что вы проводите и переобучение, да, таких людей. Вот самая такая востребованная специальность на сегодняшний день, то есть, или ряд специальностей, на которые, в принципе, вот может человек обучиться, и он точно знает 100%, что устроится на работу. Ну, однозначно, 77% вакансий в нашем банке вакансий – это рабочие профессии. То есть, работодателям прежде всего нужны рабочие, и, как правило, высококвалифицированные рабочие. Но здесь нужно сказать, что в должностях служащих у нас по-прежнему топовой профессией является врач. То есть, врачи очень нужны, учителя по-прежнему нужны, особенно в сельской местности, и рабочие. Ну, от рабочих почти 80%. Из тех, на которых мы переобучаем через наш учебный центр, либо мы заказываем эту услугу через закупку, вернее, закупаем эту услугу у образовательных учреждений. Вообще, в целом, за год мы 5000 человек переобучаем, но это вне вот этой программы по снижению напряженности. По этой программе еще дополнительно более 1000 человек, там у нас 1300 запланировано. Поэтому профессия, которую мы переобучаем, это программист. То есть, есть у нас, как это раньше называлось, оператор ЭВМ, оператор ПВМ. Вот оно так и фигурирует, потому что в классификаторе должностей и профессии это и осталось. То есть, это человек, который работает с компьютерами, с сетью и так далее. То есть, это по-прежнему топовая. Затем бухгалтер. Мы обучаем 1С, 1С-клад, то есть, все, что связано с вот этими вещами. Затем по рабочим профессиям. Там есть и электрогазосварщик, и другие рабочие профессии, которые, вот я еще раз говорю, когда группа набирается и есть заявки на это переобучение, хорошо идут. Хорошо, что я учился на сварщика электрика. Вы всегда будете иметь кусок хлеба. Кусок хлеба и молоко. Однозначно, да, совершенно верно. Молоко завредит, да, точно. То есть, проблем нет, спокойно в Башкирии можно переобучиться. Нужно обращаться в центр занятости. Вам однозначно помогут либо переобучиться, либо найти работу. Вот понимаете... Это все бесплатно, переобучение это бесплатно? Однозначно, это бесплатно, да. В наших центрах занятости это бесплатно. А до скольки лет может человек переобучиться? У нас нет ограничения, никакого ценза нет, потому что начиная с 2013 года внесены поправки в закон о занятости, и теперь это можно делать даже пенсионерам. О как! Да, то есть, вообще, за прошлый год 100 пенсионеров мы переобучили. Альбина Хакимовна, и последний, наверное, вопрос. Какие прогнозы на 2015 год в сфере труда в Башкирии? Самое неблагодарное дело в нашей ситуации — это пытаться прогнозировать, сделать такой прогноз. И однозначно рынок труда отражает состояние экономики. Поэтому будет подниматься экономика, а вы знаете, что уже ключевую ставку Центробанк чуть-чуть снизил. То есть, какая-то финансовая ситуация у кого-то как-то, может быть, немножко начнет выправляться. То есть, мы смотрим с оптимизмом. Я уже сказала, 6,5 тысяч сокращений, которые ожидаем, оно против 12,5 прошлого года. То есть, в 2014 году 12,5 заявляли работодатели. То есть, в принципе, такого обвала нет, тем более, что государство здесь тут же оказывает помощь. И я считаю, что мы справимся с этой ситуацией. Она не будет какой-то угрожающей, ужасающей по сравнению, допустим, с кризисом 2009-2010 года. То есть, я думаю, что будет чуть-чуть полегче. Еще такая маленькая ремарочка, я тоже общаюсь с бизнесменами уфимскими. Они говорят, ну а что вы хотите, естественно, мы будем сокращать, потому что и налоги высокие, налоги понисти, да, и мы без проблем и двух, и трех человек сможем. Вот есть проблемы в этом, то есть, в налогообложении? С этим, как бы, я, наоборот, имею совершенно свое в этом плане мнение, которое соответствует сегодняшней политике правительства Российской Федерации. Это то, что у нас, наоборот, очень большой теневой рынок труда. Ну, по разному оценивать, можно по-разному оценивать, но точно, абсолютно, если личное подсобное хозяйство убрать, у нас получилось 240 тысяч человек, которые нам необходимо легализовать. То есть, это люди-невидимки, которых нет нигде. Их нет, они не платят налогов, за них не платят взносы в пенсионный фонд, соцстрах и так далее. Они не могут оформить кредит, получить больничные, отпускные. В будущем у них не будет права на трудовую пенсию. Поэтому, говорить о том, что у нас нужно, как бы, бизнесменов, как сказать, освободить, я считаю, что бизнесменам нужно очень четко понимать, что мы в ответе за тех, кого приручили. Ой, простите. Мы в ответе за тех, кого мы наняли. И приручили тоже. И приручили тоже, да. То есть, мы в ответе за них. То есть, когда мы начинаем бизнес, то есть, мы должны однозначно понимать, что мы нанимаем людей, и мы должны обеспечить им вот все, что положено по законодательству. И вот это нарушение вот этих норм, это, в принципе, уголовно наказуемое деяние. Это просто преступление. И поэтому, если мы хотим двигаться в сторону цивилизации, если мы хотим какого-то социального благополучия для нашей страны, для наших детей, я вот таким высоким слогом выражаюсь, потому что, ну, на самом деле, если мы этого хотим, то нужно нормально легализовать нашу экономику и легализовать рынок труда. А если мы этого не хотим, то, как бы, да, давайте вот если пойдем на поводу вот этих бизнесменов, предпринимателей, которые говорят, да достали уже налоги и так далее. Понимаете, на эти налоги у нас содержится армия, мы, как бы, вот, все государство держится только на налоговой системе. То есть, если мы этого не хотим, то нам прямой путь к феодализму и к рабству. Наверное, мы этого не хотим. То есть, мы хотим в сторону цивилизации. Хотелось закончить на позитиве, но как закончить, так закончили. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Я вам напомню, что сегодня мы были в гостях у министра труда и социально-защитной населения. Увидимся с вами через неделю. До свидания. Продолжение следует...